В особняке Курлиных много гостей. По случаю дня рождения музея Модерна здесь обширная экскурсия. Посетителей принимают сначала в будуаре хозяйки. Здесь царит сама природа. Растительные витражи на окнах, а на потолке фантастическое переплетение орхидей обрамляет нимфу. Есть легенда, что это образ самой хозяйки прекрасной Сандры Курлиной. Затем гости перемещаются в рабочий кабинет. Декоративное оформление кабинета было одновременно и строгим, и нарядным. Геометрические рисунки на полу и на потолке настраивали на деловой лад. Единственной вольностью в этом царстве геометрии был камин с медными маками, символом опьянения и сладких грез. В усадьбе 22 комнаты, и каждая по-своему уникальна. На второй этаж ведет узорная кованая металлическая лестница. Несмотря на то, что в начале 20 века дом был оснащен электричеством, сразу все лампочки не зажигали, экономили. Потому над лестницей дневной фонарь. Второй этаж – это малая копия первого. Здесь находились жилые комнаты хозяев и спальни для гостей. С момента своего появления музей Модерна стал одним из самых любимых самарцами и гостями города. О Модерне стали говорить больше о Самаре, я так думаю, после появления нашего музея. И каждый самарец, я надеюсь, когда-то и уже сейчас он себя будет идентифицировать, в том числе через ту эпоху, через традиционную эпоху. Потому что история не должна иметь разрывов, она должна быть преемственной такой. И мы должны понимать, что здесь, в Самаре, вот есть аура того времени, где было очень много интересного, важного и красивого и сложного. Помимо основной экспозиции, в музее Модерна постоянно проводят различные выставки актуальных художников, читают лекции и устраивают концерты. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События.